Я захожу в ресторан, они сидят на меня, смотрят, я захожу с пакетом денег. А Наташа сидит, смотрит до последнего, приехали с парнем, смотрят, не верят до последнего. Как ее зовут, она говорит? Запросы. Запросы. Ребят, пожалуйста, не делайте запросы, я молю, потому что... Лёв, скажи, чтобы она запрос делала, потому что я ее не вижу. Пока еще нет ее. Ее нету, нету, сейчас ждем. Блин, какая дурацкая связь сегодня. Звони, конечно, я не вижу ее, но я не вижу ее запрос. Лев, и сразу пусть тебе там или по телефону скажут, только не в эфире, а потом... У тебя не получается зайти в эфир? Нет, сделала запрос, послушаю, да. Сделала запрос. Сейчас найдем ее запросы. Со своего аккаунта ты почему-то не заходишь. Ребят, я прошу, пожалуйста, не делайте запросы, мне надо найти человека, который выиграл гелик, чтобы выйти с ней в эфир. Секундочку. Еще раз делай, пожалуйста, запрос. А ты можешь написать мне комментарий, я тебя сразу найду. Да, сейчас. Сразу мне в эфире, пиши комментарий. Ну, конечно. Какой у нее там, да? Т-С-С. Видишь, у меня тут запросы. Подожди, еще комментарий пропустишь ее. А, сейчас, 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 сейчас. Ребят, если кто увидит ее, Катя, пиши давай скорее. Номер какой был? 60894. Какой был номер, не помните? 6984, да. Давай не заблокированы у тебя? Нет, с чего вдруг. Не знаю, почему мы не видим ее, ни запроса, ни комментариев. Есть звук, все супер отлично. Да потому что огромное количество народа сидит в эфире. Напиши, пожалуйста, напиши, сообщение много, чтобы мы тебя увидели. У нее номер был в просьбе, не тупите. Номер у нее не работает, у них кто? Ну, кто-то специально это делает, видит, чтобы это. Ребят, дайте нам связаться с человеком, потому что вы потом сами будете и не верить. С нашего города, ура. Почему мы ее не видим? Ну, позвони, Лев, спроси, она пишет? Ну, она, наверное, давно уже написала. Не получилось? Пишешь комментарий? Да, пиши. А мы не видим твой комментарий. Мы не видим твой комментарий вообще. Мы сидим вот в эфире. А ты можешь ко мне на страницу зайти? Ты заходишь, все нормально? Да. Так, как мне ее найти? А как мне ее найти? Написать в поиске здесь вот набираю. А, вот, начать прямой эфир. Подожди, подожди. ТС. 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 Да. Все, давай, отключай, сейчас Ксюша тебя добавит. Точка. Точка там разве была? Да, да, да. И две бутыточки камни. КК. КК. А еще победитель без эмоций, да? Ну, КК. А она не верит. Она не верит до сих пор. Ну, как? Запросы нажми. Запросы. Нифига, не на еще. Что с Инстаграма не взяла? Может быть, она заблокирована всю? Да нет, она же заходит, все видит. Ну, она же видит меня. ТС. Точка. Три буквы С. Что-то тупит Инстаграм, блин, жестко. Да поговори так. Не, я хочу ее добавить. Ну, добавить прямой эфир. Ну, конечно, я хочу ее добавить. Ну, ты можешь так с ней поговорить на телефоне? Не, я просто не понимаю, почему я не могу найти. Ну, и она пишет комментарий. Какой-то глюк, ребят. Пусть она сама зайдет в прямой эфир, и ты подключишься. Пусть она зайдет к себе в прямой эфир, может быть, и я... Ну, тогда мои-то как к ней? Все придут? Да, я сниму со стороны, ты не поболтаешь. Подожди, подожди секундочку. Смотри. Вот так разговаривай, а мы будем со стороны. Подожди, не на. Нет, я хочу к себе в прямой эфир добавить, человек. Не добавить. Кисуль, ты пишешь мне комментарии? Ты комментарии пишешь в прямой эфир или на пост? Сейчас в прямой эфир комментарии. Не вижу, что за твои комментарии. То есть ты меня слышишь хорошо, да? Мы не видим тебя, да. Блин, ну что ж такое, прям обидно. Что-то очень много народу просто. Сейчас, секунду. Она не может быть в блоке, если она меня видит. Вот это там? Ты можешь вопрос мне написать? А если вопрос, так и через вопрос могу зайти? Нет, нет, нет. Выиграл, выиграл, поздравляем. Правда. Так, ну все, ребят, не получается никого добавить. Видите? Не верю, что выиграл. Единственное, сейчас пусть она напишет номер мобильного телефона, чтобы мы могли созвониться. Да, мне в личку пришлешь номер мобильного телефона. Больше никому никаких данных. Да, больше никому никаких данных не присылай, только мне. Так, давайте я вам покажу Катюшу еще. Катюш, у тебя Катя зовут, да? Катя, вот смотри, я тебя показываю в прямом эфире. Давай, рассказывай, как ты подписалась, как ты узнала о конкурсе. Все-все-все, расскажи. Ну, я на вашей странице постоянно. Расскажи, где ты была в тот момент, когда мы тебе позвонили? В спортзале. Ты в спортзале сейчас? А сколько тебе лет? Сколько тебе лет, Катюш? Мне 16. То есть у тебя еще родители есть на кого машину? А родители есть на кого машину оформить? Да, есть, конечно. А, ну супер, отлично. Либо деньги, либо деньги. А что ты выберешь? Расскажи, пожалуйста, а что ты выбираешь, гелик или деньги? А можно деньги выбрать? Точно. Это твое право, чтобы победить. Можно, это твое право, да, 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 конечно. Катюш, скажи, пожалуйста, вопрос, вопрос, где ты учишься, чем ты занимаешься? Я учусь в Волгоградском психологическом колледже на цехнологии из Утифра. Ты из Волгограда? Чуть-чуть, чуть-чуть. Кисуль, ты из Волгограда? Да, да, я из Волгограда. А что ты такая грустная, блин, человек должен прыгать, радоваться? Я в шоке. Я в шоке. У тебя просто шоковое состояние, да? Ты не веришь? А как, ты сразу подписалась? Да, сразу. Хорошо, родителям уже позвонила, рассказала, подружкам рассказала? Я еще не успела. Еще не успела. Хорошо, дорогая. Все, в общем, все, кто будут тебе писать, Будешь отмечать сегодня? Нет, ни в коем случае, кому не передавай свои данные, кроме вот этого телефона, который с тобой созвонился. Лева сегодня, ладно? Потому что есть огромное количество мошенников, которые сейчас будут пытаться там что-то сделать, ладно? Лена, ты не плачешь там? Ты плачешь, что ли? Нет. Все хорошо, довольна, звони родителям. Сейчас я еще раз попробую, конечно, связаться. Все, целуем, обнимаем, обязательно свяжемся, поздравляем. Давай, давай. Ребята, у человека... Этот аккаунт потом покажу, все прямо в эфире, на нем будет дальше розыгрыш проходить. А, вот, ребят, я всем показываю аккаунт, я сейчас просто уеду на работу, где будет проходить дальше розыгрыш. LikeTime.gelik LikeTime.gelik Сейчас, когда я завершу прямой эфир, вы переходите туда. Ну, на самом деле, девочка молоденькая, ей 16 лет, у всех разный эмоциональный фон. Я думаю, что такая реакция просто потому, что она в шоке. Она не ожидала, она находилась в спортзале, не выходила в эфир. Ну, то есть, я думаю, что человек просто не понял, что с ним произошло. Тем не менее, мы ее поздравляем, обязательно свяжемся. Спасибо всем, кто участвовал. Очень жаль, что не получилось выиграть всем. Ксюша, почитайте правила конкурса, которые вы сами написали. Ну, как всегда, конечно же, после конкурса будет куча недовольных, куча придирок. Почему не я выиграл, да. Вот, почему... А? Да, пусть приезжает в Москву, конечно. Привезем ее в Москву. И... Ну, единственное, что я хочу... Я хотела Гелик лично вручать по поводу денег уже тогда. Ну, вы там договоритесь с ней, когда она... Лео может вручать. Ну, слушайте, разные бывают. Она не в адеквате. Ну, человек просто не понял, что с ним произошло. Представляете, она была в спортзале, ей позвонили, сказали, что ты выиграла Гелендваген. Она просто не поверила. Сейчас уже все смотреть противно. Все, короче, обиделись, кто не выиграл. Если деньги берет, то опять надо Гелик разыгрывать. У нас еще же призы. У нас еще призы, ребят. Вы не думаете, еще бьюти-боксы и техника. Поэтому сейчас потихонечку начинаете переходить. Еще раз. Когда будет розыгрыш? Сейчас уже вышло. Через минут 5-10 будет. Очень жаль. Поздравляем. Спасибо большое. У нас так мало людей, которые искренне радуются за победу других. Но все равно такие есть. И спасибо, что вы умеете радоваться за других. Потому что на самом деле хорошее качество в людях. Потому что если вас грызет зависть или вы начинаете злиться, значит у вас какая-то проблема. Никогда ничего хорошего у вас в жизни не получится. Я бы сдохла от счастья. Ну, ребят, да, конечно, мне хотелось бы чуть поэмоциональнее, чтобы человек выиграл. Это было бы эффектнее и для вас, и для меня. Но, видите, я думаю, что когда она получит денежки... Представляете, человек пропал в прямой эфир. Ей там столько наговорили, чтобы выиграл. Конечно, они не верили. С утра проснулась, как обычно, пошла в спортзал. В магазин, да? И тут раз звонит Ксения Бородиной и говорит, вы выиграли гелик. Сколько должно было быть человек подписано? 180. А, не знаю. Главное. Когда еще будет розы? Спасибо большое за такие конкурсы. Спасибо большое. Ребят, всегда нужно верить и надеяться. Вас огромное количество. У меня 13 миллионов подписчиков. Участвовало огромное количество. Приедет в понедельник в Москву. Все, она приедет в понедельник в Москву с мамой. Мы запишем обязательно. Запишем обязательно. Все вам покажем. А я хотела сразу грильку. Всем удачи и спасибо за возможность. Вам спасибо большое, что вы есть, что вы участвуете. Я вам верю, девочку поздравляю. Вы лучшие. А где... Все время девчонки, кстати, выиграют. И молоденькие причем. Вообще все время. Так получается. А еще можно поучаствовать в конкурсе? Там еще сейчас я бы плакала от счастья. Вот, вот. Я тоже хотела, чтобы кто-нибудь расплакался от счастья. Уже никуда такого пудетного походу. Нет, уже 100 конкурсов будет. Сейчас уже те, кто раньше подписывались, те, кто присутствуют. Надо еще. Конечно, обязательно мы будем разыгрывать. Может быть, не в ближайшее время, там, в сентябре. В сентябре конкурсов дают. Кто? Тут звонит. И спрашивает, как можно поучаствовать в конкурсе. Привет с Махачкалой. Махачкале тоже. Предписайте, я до сих пор не могу никого не добавить, ничего. Вот, так столько людей сидят в прямом эфире, что не получается. Хотя у меня и больше было. У меня было и 90 тысяч. Непонятно почему. Да, я помню с этим. Надо было, кстати, вечером разыгрывать. Потому что было бы и больше народу, и это... Да? Ну, конечно, сейчас люди все на работе, сегодня четверг. Не все могут. Вот тот спортзал. Сколько подписок должно было быть? А то они начинают там считать и говорят, что... 129. 129, ребят, все правильно. Они пишут, должно быть 137. Ну, там же аккаунты блокировались. Там блокировались аккаунты конкурсные, спонсорские, и один был закрыт. Поэтому с вычетом всех этих 129 в итоге должно было быть. Все правильно. Почему блокировались? Никого, ничего не обманываем. Лерочка вообще, в общем, снесли. Да, он снес позавчера, наверное, вчера. Здесь просто не помню. Ну, вот кто пишет лохотрон, сразу в блок идет. Ребят, лохотрон, это когда с вас взяли деньги, пообещали что-то и обманули. Вот это называется лохотрон. Понятно? Я не представляю, как бы визжала, если бы выиграла. Вот я тоже не представляю, как бы я визжала. Такая безэмоциональная она реально, да? Такая спокойная. Я не верю до сих пор. Но она не поверила просто. Мне кажется, сейчас и мама не поверит. Она от своей мамы созвонится, потому что мама стопудово тоже не поверит. А я так хотела ипотеку закрыть. Ну, знаешь, как, если сейчас кто-то нашей Марусе позвонит и скажет, ты выиграла дом в Калифорнию, Маруся тоже сядет и будет смотреть, она не будет вообще понимать, что происходит. Ну да, у Маруськи тоже эмоции. А эта девочка из 16. Она внутри, да. Она маленькая тоже еще. Она масштаба не поняла. А что мы дальше? Технику разыгрываем? Я могу что-то из техники. Она масштабов не поняла. Она смотрела на это и просто не понимает, какой масштаб произошел. Какое изменение у нее в жизни произойдет. Знаешь, до сих пор не могу нажать, чтобы добавить кого-то. Блин, у меня спину сейчас продует, я сижу. До какого числа будут розыгрыши? Ребят, сегодня все разыграют уже и все. Мы обязательно еще разыграли. Ой, ну не выиграли, но порадуйтесь других. Ну, конечно, нужно уметь радоваться за других. Вы еще? Обязательно. Порадуйтесь других, вам это все. Хочу бейти-бокс. Все, сейчас будет технику разыгрывать? Давай, мы же разыграем что-то еще. Я пока могу проверить. Сейчас они уже заходят. Тебе заходят? Да, они там в Москве сейчас заходят. А, там девчонки будут разыгрывать. А, ну все, ребята. Они сегодня деньги разыгрывали.